Международный валютный фонд передумал возобновлять прерванные за войны консультации с Россией после бурных протестов в Европе и Украине и обвинений в адрес МВФ ее директора-распорядителя Кристаллины Георгиевой в пособничестве российской агрессии. Фонд собрался было уже вернуться к ежегодной оценке российской экономики в рамках так называемой статьи 4 и отправить миссию в Россию, чтобы оценить состояние дел и выписать Кремлю рекомендации, как улучшить экономическую политику и какие реформы провести, чтобы больше зарабатывать и лучше жить. Эксперты фонда должны были начать созваниваться с российскими чиновниками и банкирами в понедельник, 16 сентября, а следом планировали отправиться в Москву уже для личных встреч. Однако Кристаллина Георгиева получила возмущенное письмо от министра финансов девяти европейских стран, после чего имела возможность лично выслушать от них упреки возражения на закрытой встрече глав Минфина в ЕД в Будапеште, сообщали западные СМИ. В пятницу 13-го факт письма Георгиевой от имени Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Дании, Исландии, Финляндии, Норвегии и Швеции официально подтвердила глава финского Минфина Рийка Пурра. Новость о миссии стала неприятным сюрпризом для нас и других стран, которые поддерживают Украину. Здесь неизбежно возникает вопрос, какого рода совета МВФ намерен давать России? Будет ли он, например, советовать, как России лучше финансировать свою военную экономику, сказала она. Пурра называла решение МВФ возобновить контакты с Кремлем беспрецедентным, поскольку оно нормализует положение России в международном сообществе. В том же духе высказались и украинцы. Это решение – дипломатическая победа Кремля, и МВФ действует так, будто все идет по стандартным правилам, и ничего необычного не произошло. Для России миссия МВФ – это знак того, что они выигрывают, что их действия прощаются, а Запад сдается. Это крушение дипломатии и морали. МВФ должен отвечать за последствия своих действий, написал президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов. Фонд со своей стороны объяснил решение возобновить консультации, во-первых, тем, что обязаны ежегодно отправлять миссию и давать рекомендации каждому государству-члену фонда, а во-вторых, тем, что ситуация в российской экономике стабилизировалась после двух лет неопределенности. Однако в итоге МВФ передумал. 16 сентября, в день, когда предполагалось начало работы миссии, руководство фонда уведомило российскую сторону и совет директоров о том, что работа миссии будет отложена на неопределенный срок. В качестве причины откладывания миссии упоминалась техническая неготовность к миссии к проведению консультаций.